Привет всем, меня зовут Андрей Кузнецов, я работаю в соцсерве уже продолжительное время на одном из больших enterprise проектов. Вот, собственно, тема моей презентации будет, как мы использовали Cake для нашего локального развертывания и сетапа приложения. Хочу отметить, что, в принципе, презентация не будет обсуждать детали Cake, а, собственно, наш experience, его использование в наших day-to-day тасках. В общем, хотелось бы начать с того, чтобы вы попробовали представить себе ситуацию, когда вы приходите на проект и вы узнаете, что вам нужно развернуть 30 микросервисов, заранить их, получить сердцы, это все сбилдить и заранить. Представили? А теперь я буду рассказывать, как мы решали данную проблему. Итак, собственно, начнем мы с того, наверное, все-таки, что же такое Cake. Для тех, кто не знает, что такое Cake, то это не торт. Хотя я думаю, что все сейчас хотят кушать или уже пообедали. Но это именно та штука, которая позволила нам добиться отличных результатов в наших задачах. Cake – это тул, который позволяет вам писать на C-Sharp. Он является, скажем так, на так называемом C-Sharp, он является кросс-платформенным. То есть вы можете разрабатывать приложения и сами скрипты на разных платформах и для разных платформ. К-Sharp и содержит в себе богатую базу аддинов. То есть, скорее всего, вам понадобятся разные кусочки функционала, такие как работа с Active Directory, с хостами, с файловой системой, еще с чем-то. Для Cake уже существует очень много готовых аддинов, которые можно использовать для решения конкретных задач. Как же это все работает? Представьте себе список задач, в которых одни зависят от результата выполнения других. Или еще интереснее, когда мы сможем добавить условия их исполнения. Кейк представляет, скрипт кейка представляет из собой набор задач тасок. Это дерево, которое мы можем объединять в дерево, и одни как бы высокоуровневые задачи зависят от низкоуровневых. При этом мы можем задавать определенные критерии их выполнения. Они могут быть разными. Допустим, мы не можем исполнять тесты, если у нас не произошел билд. Ну и такое проще. Для чего мы вообще задумали создание такой тулы и какие задачи перед нами стояли? Первое, чего мы хотели добиться, это, собственно, как бы ранить наши микросервисы локально. Представьте себе ситуацию, когда вам нужно открыть 20 Visual Studio, чтобы что-нибудь продобажить. Или сбилдить даже. То есть нам нужно было решать такие задачи, как получить последние сердцы, сбилдить это все дело и заранее. Также основная интересная задача у нас была, это засетапить environment. То есть для нашей повседневной разработки нам нужно очень много пакетов и приложений. Таких, как, например, Node, Console, SQL Server, RabbitMQ, Zipkin и все остальное. Нам нужно задеплоить базы. Желательно еще, наверное, подготовить какие-то моки, которые используются в нашем приложении. И это все ведет к тому, что мы хотели заредюсить количество времени, которое тратит девелопер на исполнение этих всех задач. То есть, как вы все знаете и все согласятся со мной, я думаю, уходит очень много времени на рутину. И это была главная наша цель, еще избавиться от рутины. Когда я только пришел на этот проект, у нас есть страница на Confluence, в которой вы можете увидеть более 30 пунктов, которые должен был сделать человек для того, чтобы засетапить свой локальный ENV. Они были разнообразные, надо было выполнить кучу батников, надо было сертификат изгенерить, очень много всяких задач. Это было скучно, это было уныло. И человек мог потратить до двух дней на решение этой задачи, для того, чтобы просто запустить аппликейшн. Это было очень скучно. Что мы имеем сегодня? Сегодня, по сути, человеку достаточно заинсталить IDE, засетапить наш Local Deploy Tool и, в принципе, заранить его. Все. То есть, IDE у нас используется разное, такие как Visual Studio или Rider. У нас есть адвокаты, как бы, евангелисты Rider на нашем проекте. Он широко используется и применяется. Что я подразумеваю под засетапить environment? То есть, у нас есть засетапить, собственно, Local Deploy Tool. У нас есть настройки определенные, о которых мы поговорим позже, которые позволяют вам очень гибко настраивать, что же вы, собственно, получите в итоге. Ну и, как бы, ранить это все дело. На чем это у нас все базируется? Какие у нас есть батареечки? Первое. Разрабатываем мы нашу Tool в Visual Studio Code. В Visual Studio Code есть отличный, как бы, кроме того, что это легковесный, отличный редактор. Для него есть куча экстеншенов. Также для него есть экстеншен, собственно, для Cake. То есть, он отлично помогает разрабатывать кейс-скрипты. Там есть набор команд, которые можно исполнять, и они облегчают жизнь. Дальше. Это Chocolatel. Если кто не знает, это Package Manager для Windows. При помощи этой штуки мы устанавливаем очень много... Мы сетапим наш локальный environment. То есть, там устанавливаем ноду, yarn и такое проще. Следующий Tool, который мы активно используем, это CMDR. Это Tool, который позволяет запускать много консолей в табах в рамках одного окна. Когда у вас становится очень много консолей, это очень удобный Tool, чтобы контролировать их все и свести их в одно место. Ну и, собственно, докер. Докер нужен нам для того, чтобы ранить... В докере мы раним SQL Server, в докере мы раним Mongo, Redis. И, в принципе, все, что можно ранить на докере, мы туда стараемся это все задеплоить. Это не всегда ок. Как бы, допустим, нам нужно... Иногда приходится разворачивать и базы на локальном SQL Server. Но, если стоят задачи development чисто, то этого достаточно. Чего нам удалось достичь после того, как мы, собственно, сделали наш Tool? Мы уменьшили количество времени, которое тратит Newcomer, до 2-4 часов. Все. В принципе, даже не нужно для человека, который только пришел и хочет все получить. Ему даже IDE не нужна. Устанавливается SDK и как бы все билдится отлично. Также, чего мы достигли, это мы получили... То есть, когда я говорю за уменьшили количество времени, я имею в виду не только Newcomer, я имею в виду также и девайлоперов, потому что девайлоперы, которых уже все у нас этаплено, поддерживать 30 плюс микросервисов очень сложно. И их количество постоянно растет. То есть, мы получили Tool, который позволяет нам это все хендлить. Также, Tool, который мы написали при помощи Кейка, отличается тем, что его поддерживает вся команда. Это как бы достижение всей команды, достижением всей команды и результатами работы является такой Tool. И поскольку наш проект эволюционирует, то и Tool эволюционирует вместе с ним. И пока девайлоперы будут заинтересованы в такой Tool, Tool будет тоже развиваться, что немаловажно. И, собственно, счастье, потому что людям стало гораздо легче, проще, интереснее работать, когда у них есть такие инструменты, которые позволяют им с легкостью разворачивать приложение и получать кайф от того, что они делают. Что мы получили на выходе? На выходе любого кейк-скрипта мы, по сути, получаем набор тасок, которые выполнились. Вот здесь, допустим, вы можете видеть, что был какой-то список тасок каких-то, которые успешно выполнились. Их не одна, их очень много. И, в принципе, даже можно посмотреть статистику по времени, сколько они выполнялись. Самой главной, как бы, отличительной особенностью нашей Tool является гибкость. Все классно, есть инструмент, но если он не будет обладать определенной гибкостью, то он никому не нужен. Его никто не будет использовать. Поэтому, чтобы показать гибкость нашего решения, я не нашел ничего лучше, чем сделать скриншот с нашей README страницы для нашей Tool. То есть, что позволяет делать наша Tool? То есть, первый пункт. Мы можем ранить ее для определенного бранча. То есть, у нас есть разные environment. Dev, staging, production. И, как бы, developer имеет возможность развернуть микросервисы для конкретного environment. Это для дебага или для девелопмента. То есть, также, допустим, представим картину, что у вас уже ранятся 20 микросервисов, и вам нужно запустить 21-й. Easy. То есть, мы сетапим нужный нам микросервис. По сути, мы выполняем нужную нам таску, которая, по сути, разворачивает конкретный сервис. Что, допустим, мы... Также, аргументы, которые мы передаем в этот скрипт при старте кейк-скрипта, их можно комбинировать. Опять же, насколько... Ну, это упрощает работу. Допустим, вам нужно только заранить микросервисы, но вам не нужно апдейтить локальное, допустим, ноду или я. Также, можно выключать конкретные микросервисы. Это уже не команд-лайн аргументы, но у нас есть, грубо говоря, settings-файл, в котором мы можем на сетапить конкретные... можем на сетапить, разворачивать ли конкретные микросервисы. Опять же, если вы работаете с базой, вам нужно понимать, вам нужно разворачивать. Допустим, вы работали, 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 что-то у вас случилось, ушли домой, не знаю, выключился свет, вы пришли на работу. Если вы зараните тулу, она вам, допустим, может снести всю базу. Отлично. Появился... у нас появился флаг, который позволяет не разворачивать заново базу данных. То есть, все чинжи, которые вы там вчера делали, они останутся. Из интересных флагов также у нас есть... Из-за того, что мы как бы разрабатываем под разные инвироменты, и нам часто приходится переключаться из ветки на ветку, то я хотел бы обратить внимание ваше на... Вот у нас есть флаг такой... GitClean Directory Before Checkout. У нас в процессе билда остаются определенные артефакты, которые нужно чистить. Допустим, там мы переименовывали контроллеры, или куда-то их переносили. Потом мы можем получать очень странное поведение системы. Поэтому желательно после переключения инвира, допустим, если мы кардинально меняем ветку, мы вызываем этот флаг, и все. У нас нет артефактов, билд артефактов. Все почистилось, у нас чистенькие папочки, и мы спокойно можем двигаться дальше. Как это выглядит в Visual Studio Code? По сути, вот есть сет флагов, которые можно включать, выключать, и с ними работать. Каждый девайлопер начинает работу. Как бы он, в принципе, он обычно сюда ходит очень редко. То есть нужно сюда заходить, когда есть конкретная цель. Что-то заранить, что-то не заранить. И это позволяет нам добиться очень хорошей гибкости. Вы скажете, все так классно, вы такие молодцы, и проблем не было. Но нет. Одна из интересных проблем, в которую мы уперлись, это то, что мы узнали максимальное количество табов, которые поддерживает CMDR. Это 20, больше, чем, не больше, чем 25 или 30. А количество наших микросервисов, оно выросло уже. То есть и некоторые люди открывают по два окна CMDR'а и ранят там разные микросервисы. Как бы конфигурируют тулу таким образом, чтобы она запускала одни микросервисы в одном окне, а другие в другом окне. Ну, в принципе, если... Ну, как бы для этого можно использовать и запускать тулу через PowerShell, и тогда нету таких проблем. Просто это не очень удобно. Ну, с таким количеством консолек не очень удобно работать. Также иногда случаются ситуации, поскольку наша тулу, она не только разворачивает микросервисы, там, качает сердце и билдит, разворачивает. То есть она еще и апдейтит пакеты, о которых я говорил. Допустим, у нас иногда возникают ситуации, когда мы обновляем ноду или Yarn, и наш фронт еще не поддерживает, скажем, последнюю версию. И такие ситуации случаются. Нам приходится иногда фризить версию конкретного пакета или не обновлять. То есть как бы тоже это из интересных наблюдений. Но это не все, потому что наш проект растет, он развивается. И как бы какие же у нас поинты на будущее. Конечно, мне бы хотелось, чтобы, как и вам, наверное, чтобы нам не приходилось писать код, чтобы за нас это делал какой-то искусственный интеллект. Но как бы это будущее еще не наступило. Поэтому какие у нас планы на будущее по этому тулу, который мы написали. То есть первое, мы планируем перейти на ран микросервисов в докере. То есть у нас уже наш проект, для него развернута инфраструктура на Кубернетис. У нас уже есть имиджи наших микросервисов. И по сути сейчас эта фича активно находится в активной разработке. То есть мы дадим возможность разработчикам разворачивать микросервисы в докере конкретно. Также еще из интересных возможностей, которые мы хотим добавить, это чтобы разработчику вообще не приходилось ничего разворачивать в докере. То есть он, допустим, для того, чтобы пофиксить какую-то, ну, допустим, у нас есть баг или задача на конкретном микросервисе, мы разрабатываем новую фичу для конкретного микросервиса. И было бы круто, если бы разработчику вообще не приходилось поднимать ничего, кроме этого микросервиса. Поэтому мы планируем добавить возможность проксировать трафик, то есть разворачивать все микросервисы на каком-то удаленном Envy и проксировать трафик на локальные Envy разработчика. А также, кроме трафика, нам еще нужны и ванты, потому что у нас как бы широко используются очереди и шины. Что стоит как бы почитать, да? То есть вообще какие ресурсы у нас есть? Первое – это, собственно, кейк. Второе – это отличная статья вводная, если кто не работал с кейком вообще. Это статья на хабре. Там разработчик рассказывает, как это все засетапить, как начать. И там отличный пример, потому что вы сможете увидеть, как сбилдить и запушить на Nugget пакет. То есть это, в принципе, практическая задача, и есть отличная статья по этому поводу. Когда у нас возникает проблема, все мы знаем, что такое Stack Overflow. Можно к нему обращаться. Собственно, ссылка на CMDR и ссылка на Chocolatate. То есть это тот пакетж-менеджер, который мы используем в разработке. В принципе, сейчас это все классно. Я это все говорил. Как бы я бы хотел вам показать небольшую демку. Но я хочу сказать, что демо будет… Скажем, мы не будем разворачивать сейчас микросервисы, чтобы не нарушать security политики, потому что там могут быть namespace определенного характера. Но как это выглядит, я вам сейчас покажу. То есть у меня есть Visual Studio, у меня есть наш файл, собственно, который я вам показывал. Тут сейчас я выключил все микросервисы, допустим, на RUN, чтобы они не запускались, чтобы не было у нас security issues. Как бы, но мы увидим, как это все происходит. Примерно так. То есть… Сейчас я… То есть здесь у нас PowerShell. Сейчас я просто запускаю Cake Script. Посмотрим, что он нам выведет. Сейчас происходит какой-то build. То есть мы видим, что первая задача была… Это было очень быстро. Но, по сути, здесь… Я попробую протянуть. Сетап… Здесь мы сетапим наши NVR работы. Мы настраиваем хосты, устанавливаем нужные пакеты. То есть вы там видели, там могли увидеть кучу всяких питон, нода, ярн, все остальное. То есть раним консул и сетапим докер-сервисы. То есть здесь как бы сетапятся Zipkin, SQL Server, Redis, Rabbit, S3. Все, что нам нужно. После этого, в принципе, вот как бы все, скрипт закончился. Как бы… Ну, если бы это был NormalFlow, то после этого мы бы забрали себе с RCS, билдили и зараняли микросервис. А также задеплоили базы. Как бы… И это был бы… То есть нам нужно было бы немножко чуть-чуть больше подождать. Но, собственно, в принципе, это все. Это результат исполнения этого скрипта. Как бы это был кусочек интерактива. Ну, в принципе, у меня все, ребята. Если есть у кого-то вопросы, пожалуйста. Хотелось бы подытожить. Да, собственно, сори, хотелось бы подытожить. То есть основной поэнт мой в том, чтобы вы старались, если у вас уже больше двух приложений, вы тратите много времени на рутину, у вас уже есть инструменты, которые можно использовать. Например, такие как Cake. Если вы не хотите писать PowerShell скрипты, есть Cake, для него есть адыны. Не стесняйтесь, пишите. Есть куча информации, которую можно использовать. И получайте удовольствие от того, что вы делаете. В принципе, все. Ребята, вопросы? Продолжение следует...